Доброго времени суток! Сегодня мы с вами оптимизируем Windows 10 для ее лучшей работы, то есть уберем лаги и зависания, а также увеличим FPS в играх. Все операции мы будем проводить в операционной системе Windows 10, однако операции Windows 7 и Windows 8 мало чем отличаются от этой операционной системы. Поэтому все, что мы будем делать, можно спокойно делать и на других операционных системах, а также на других устройствах, то есть и на ноутбуках, и на системных ПК. Первое, что нам необходимо сделать в операционной системе Windows, это очистить автозагрузку и службы от лишних программ. Для этого нажимаем сочетание клавиш Win plus R на клавиатуре, вводим команду mcconfig, нажимаем ОК и открывается окно с конфигурацией системы. Между словом вставлю, что здесь мы можем сделать также более быструю загрузку операционной системы. При включении, точнее при старте, заходим в загрузку, нажимаем Дополнительные параметры, нажимаем Число процессоров и задействуем все 4 процессора, все 4 ядра. Далее, переходим в службы, ставим галочку на не отображать службы Microsoft, убираем все галочки с ненужных программ, оставляя только драйвера и необходимые для вас программы, те службы, которые будут работать фоново. Вот я убрал Google Chrome, ну и в службах, в моем случае, все закончено. Идем далее в автозагрузку. В Windows 10 автозагрузка находится в диспетчере задачи. Открываем диспетчер задачи и выключаем все ненужное. Оставляем только драйвера и, опять же, необходимые программы. Кстати говоря, еще одно замечание. Антивирусная программа потребляет достаточно много ресурсов компьютера, поэтому, в принципе, если вам она не нужна, можно ее тоже отключить. Тем самым вы сэкономите ресурсы компьютера и достаточно много. Закончив с этим, закрываем диспетчер задач, применяем параметры конфигурации, перезагружаем ПК. Второй шаг. Настроим параметры быстродействия. Открываем проводник. Этот компьютер. Правой кнопкой мыши «Свойства». Дополнительные параметры системы. Быстродействие. Нажимаем кнопочку «Параметры». И здесь у нас много параметров, которые можно выключать или включать. А также есть функции. В нашем случае нам нужно обеспечить наилучшее быстродействие. Тем самым мы выключаем все визуальные эффекты. Да, может кому-то это и не понравится, но это работает. Ну и все, что здесь нам необходимо было сделать. Нажимаем «Применить». ОК. И переходим к следующему шагу. Следующим шагом мы настроим персонализацию операционной системы. На рабочем столе выбираем персонализацию, выбираем цвета и выключаем эффект прозрачности. Тем самым мы еще с вами экономим ресурсы. Следующий шаг. Открываем параметры операционной системы. Находим пункт «Специальные возможности». Ничего не выбираем, просто листаем вниз. Показать анимацию Windows. Мы ее отключили еще в параметрах быстродействия. Но если вдруг здесь она включена, отключаем. Прозрачность мы тоже отключили. Отключаем и здесь. Все остальное можно оставить. Следующий шаг. На панели задач. Нажимаем «Поиск». И вводим службы. Запускаем от имени администратора. То есть сейчас мы с вами будем отключать ненужные службы, что облегчит работу операционной системы. На самом деле здесь можно отключить много служб. Те, которые не задействованы. Мы отключим самые нагружаемые. Во-первых, это Windows Search. Данная служба сильно не повлияет на работу компьютера, а также на восприятие обычного пользователя. Поэтому мы смело ее отключаем. Нажимаем «Свойства». Тип запуска. Отключено. И применить. Также здесь еще одна большая служба, которая сильно грузит систему. Это центр обновления Windows. В моем случае у меня нет этой службы, так как я ее вообще удалил. Вы можете просто ее отключить точно так же, как Windows Search. Также здесь есть еще масса служб, которые можно отключить. Я надеюсь, что если вам нужно, то вы найдете обязательно в интернете. Если же, конечно, вам это будет нужно. Мы отключили уже самые нагружаемые службы. Далее, чтобы облегчить немножечко работу нашей операционной системы, следующим шагом мы очистим временные файлы. Это можно сделать по-разному, но мы воспользуемся простым способом. Есть, кстати, еще и ручной способ. Мы воспользуемся стандартными средствами Windows. Переходим в этот компьютер. На диске C жмем «Свойства». И здесь мы видим кнопочку «Очистка диска». Не бойтесь, нажимайте ее, ничего она не удалит. Сейчас программа подготовит отчет. Временные файлы интернета можно очистить. Все остальное убираем. И просто временные файлы. То есть оставляем две галочки. Нажимаем «Удалить файлы». Сейчас с диска C будут удаляться временные файлы. Это облегчит операционной системе поиск по временным файлам. Вот и все. Следующий немаловажный шаг. Это настройка схемы электропитания операционной системы. Заходим в проводник. Находим стрелочку в поисковой строке. Выбираем панель управления. Крупные значки. Находим параметр электропитания. Заходим в него. Здесь у меня уже стоит схема «Высокая производительность». У вас, скорее всего, будет стоять сбалансированная. Из всех схем электропитания нужно выбрать «Высокая производительность». Данная схема электропитания настроена на более высокую производительность ПК. Также вы можете дополнительно настроить эту схему. Если вы не особо понимаете, что вы здесь делаете, то лучше сюда не лезьте. Бывает и такое, что здесь нет выбора производительности, только сбалансированная. Такое обычно бывает на ноутбуках. То здесь вы можете настроить схему электропитания вручную. То есть увеличить питание процессора. Минимальное состояние процессора увеличить. Многие так делают. В общем, такая ситуация с электропитанием. Следующий очень важный шаг – это отключение программы, присущей только операционной системе Windows 10 под названием Xbox DVR. Данное приложение записывает происходящее во время вашей игры. Поэтому и сильно нагружает систему. И, естественно, понижает FPS в вашей игре. Для того, чтобы отключить Xbox DVR, существует несколько способов. Это отключение через интерфейс и отключение через редактор реестра. Мы выберем второй способ, потому что он действует наверняка. Ну и приступим. Прежде чем мы это сделаем, хочу предупредить. Все, что мы сейчас будем делать, нужно делать точно. Потому что любые незначительные действия в редакторе реестра могут привести к необратимым последствиям, вплоть до переустановки Windows. Поэтому будьте аккуратны и в реестре ничего лишнего не меняйте. Итак, у меня есть файлик. Все эти действия, между прочим, я оставлю в описании под видео, чтобы вы могли скопировать, если что-то вам нужно, либо же посмотреть внимательно путь. Так, чтобы открыть редактор реестра, нажимаем сочетание клавиш Win плюс R, пишем команду RecEdit и нажимаем Enter. Мы с вами попадаем в системный реестр операционной системы. Следующее, что нам нужно сделать, это открыть данную папочку. hk.currentUser Далее, System Далее GameConfigStore Вот этот параметр GameDevairEnable Нажимаем Изменить и меняем значение на 0. Оставляем все как есть. Система исчисления 16-ти ричная. Нажимаем ОК. То есть нажимаем на саму папку и вот она, запись реестра. Изменили, можем все закрыть. Следующее, что нужно сделать, переходим в раздел, в очередной hk.localMachine Software Ищем папку Policies Microsoft Windows Итак, нам нужно создать раздел GameDevr именно раздел. И так, неправильно выбираем. Так, переходим еще раз Windows Должна быть выделена Нажимаем здесь Создать Раздел Вот теперь правильно GameDevr Смотрите, чтобы было написано правильно GameDevr Теперь выбираем GameDevr И в этом разделе создаем параметр D-Word 32 бита Название ему даем AllowGameDevr И нажимаем Enter Изменяем его теперь Здесь должно быть значение 0 16-ти личная система Исчисления И нажимаем OK Перепроверьте еще раз Там ли вы создали раздел И все С реестром завершили Еще один шаг в настройке Операционной системы Который является инициативой Каждого использователя То есть, если вы хотите Настраивать То настраивайте Это настройка Программного обеспечения Вашей видеокарты В моем случае Это AMD Radeon Settings Здесь мы можем настроить Общие настройки Программы В основном я везде ставлю Использую настройки программы Но уже в игре Настраиваю графику Именно так, как мне нужно Здесь есть отдельные настройки Каждой программы Точнее игры Это все тоже поможет Увеличить FPS В ваших играх То есть, мы можем здесь поставить Производительность И так далее Отключить ненужное Если вы в чем-то не уверены Можете всегда сделать сброс По умолчанию И напоследок Хотел рассказать вам Про программу Которая поможет вам В оптимизации Вашей системы Это программа CCleaner Все вы ее, я думаю, знаете Данная программа Поможет вам Очистить временные файлы А также очистить Автозагрузку И даже удалить Нежелательные элементы Из автозагрузки Так Выберем сначала Русский язык Чтобы нам более было понятно То есть, здесь Custom Clean Мы можем очистить По нашему выбору Временные приложения Временные файлы В сервисе мы можем Очистить автозагрузку Или даже удалить записи о них Что, кстати, еще более удобно Вот такая вот программка Я, допустим, не вижу смысла Ей пользоваться Но если вам хочется То, пожалуйста, пользуйтесь Она вам непременно поможет В облегчении Оптимизации вашей системы Таким образом Мы провели Патчи, что максимально Возможную Оптимизацию Нашей операционной системы В нашем случае Это Windows 10 Конечно же Она станет После всех этих процедур У вас работать быстрее Все станет загружаться быстрее Повысится FPS в играх Это именно должно быть так Кроме тех случаев Когда ваше железо Совсем старое И ему уже Ничего не поможет А так, я надеюсь, что я вам помог Спасибо за внимание Всего доброго